Кабинет министров России В Черышском районе края строят дамбу, которая защитит жилые дома райцентра и села Красный Партизан от подтоплений. Сейчас строители занимаются отсыпкой основного тела сооружения. Его высота будет начинаться от 1 метра и в особо опасных участках достигнет 4. Общая стоимость работ порядка 130 миллионов рублей. В эксплуатацию дамбу сдадут в 2019 году. В Барнауле продают перчатку космонавта, информируют аргументы и факты на Алтае. Перчатку продают на сайте бесплатных объявлений. За уникальный лот пользователь Данил просит 90 тысяч рублей. По его словам, это реальная перчатка космонавта, которая побывала в открытом космосе почти 30 лет назад и была подарена новому владельцу очень известным человеком. Имя дарителя при этом не оглашается. Автор объявлений уточняет, что перчатка целая, нирваная, может понравиться любителям истории. В Барнауле суд оправдал кота, на которого хозяева свесили к кражу электричества, пишет комсомольская правда. Компания Горэлектросеть обратилась в суд, чтобы взыскать с барнаульцев долг в несколько десятков тысяч рублей за потребление неучтенной электроэнергии. Дело в том, что со счетчика была сорвана пломба. Но должники пояснили, что во всем виноват их прохиндей кот Васька, мол, тот частенько прогуливается по чердаку, и его лаз располагался в опасной близости от электричества. Однако в защиту кота на суде выступил электромонтер, который выявил нарушение. Он настаивал, что случайно сорвать пломбу со счетчика невозможно. Проволока очень крепкая, и даже если бы кот повис на пломбе, зацепившись за нее когтем, она бы уцелела. В итоге Василия оправдали. А его хозяева теперь должны оплатить долг 78 тысяч рублей и 2,5 тысячи госпошлины за судебное разбирательство. Добавим, на днях в Салтонском районе отключил свет бобер. Зубастый нарушитель свалил дерево на линию электропередачи. Несколько часов подряд без света оставались полторы тысячи человек.